Привет, мои прекрасные зрители! Рассказываю уже третью часть своей эпопеи сапоплексии яичника и то, как я попала и проводила время в Боткинской больнице. Первые два видео, ссылочка на них оставлю в описании к этому видео, чтобы вы могли посмотреть и вообще понять, как это происходит и как происходит госпитализация. Так вот, в пятницу я рассказывала, что я попала в больницу в Боткинскую, что привезли меня, значит, в гинекологическое 22-е отделение. И я-то приехала в больницу, я была вообще как... Ну, в чем была, в чем ходила, я-то была вообще чуть ли не в домашних шлепках, в шортах джинсовых, в шляпе такая модная, в топике. Вид у меня был совершенно расслабленный и совершенно неподготовленный к больнице. Соответственно, у меня с собой была только шнурок зарядки от телефона, не жидкости для линз. Я ношу линзы, не каких-то принадлежностей для того, чтобы почистить зубы, не очков, ну вообще ничего, у меня была маленькая сумочка и все. И я, значит, спрашиваю у врача, я говорю, слушайте, а как-то я могу попросить кого-то из родственников, чтобы мне вещи привезли, потому что, ну, у меня вообще ничего нет. Ну, как-то мне, чтобы здесь существовать, хотя бы до завтра, вроде меня там на один день оставляют. Он говорит, да, не вопрос, приемные часы, когда передачки передают, уже закончены, но мы попросим кого-то встретить, ваших родственников, чтобы забрать, значит, вещи. И я звоню папе, пятница, вечер, 7, там, начало 8 вечера, я говорю, пап, слушай, такая фигня, я попала в больницу, ты вообще где? Он говорит, я на даче, мы тут уже собираемся пивасика выпить. Я говорю, подожди, не пей, я говорю, я попала в больницу, у меня диагноз апоплексия, то есть это кровь в малом тазу, меня оставляют здесь до завтра на, как сказать, как это правильно называется, забыла слово. Ну, в общем, чтобы понаблюдать за мной, что со мной происходит. Я говорю, ключи от моего дома есть только у тебя, я говорю, ты можешь, пожалуйста, приехать ко мне домой, собрать все, я тебе сейчас напишу список вещей и привезти мне их сюда. Ну, божечки, конечно, да. И, в общем, папа выезжает, сразу мне по телефону говорит, что тебе привезти поесть, я говорю, ну, особо ничего не надо. Вот, я говорю, я тут уже поела. Значит, говорит мне, что привезти поесть, говорит, ну, я тебе все равно привезу там мешочек гостинцев. Я говорю, ну, хорошо, все съем, я же обжора. Вот, и, значит, по моему списку собрал мне дома там вилку, ложку, чашку, какие-то принадлежности, зубные щетки, там, футболки и все такое, чтобы мне в больнице быть. И говорит, может, тебе еще что-то привезти? Я говорю, ноутбук мне обязательно привези, ну, как-то тут коротать время, а с одним телефоном не очень, а с ноутбуком будет полегче. Он говорит, хорошо, и, значит, привозят, и очень классно то, что, несмотря на то, что все закрыто, пошли врачи навстречу, видев, в каком я виде к ним прибыла, и, значит, встретили папу, привезли мне эти все вещи. Я, конечно, спросила, могу ли я сама выйти? А он говорит, нет, вы не можете, прям строгие правила сейчас из-за ковида, мы никого не впускаем к больным, потому что, дабы никакую болячку не принесли в отделение, чтобы еще и от ковида не пришлось девчонок лечить. Ну, значит, мне все эти вещи передали, и я с папой разговаривала по телефону, маша ему, значит, в окно рукой, ну, и как-то мы немножечко с ним пообщались. И, значит, на следующее утро на субботу мне сделали... А, даже в воскресенье мне... Ой, в воскресенье что-то, я уже заговариваюсь. Прям в пятницу мне поставили капельницу с кровоостанавливающим, чтобы у меня, значит, это апоплексия, этот... Вообще расскажу, что такое апоплексия, потому что, если кто-то не знает, это каждый месяц у женщины происходит овуляция, разрывается, значит, фолликул и выходит кровь вместе с менструальной жидкостью. В общем, могу заблуждаться в правильности названий, но, в общем, суть, что кровь выходит и все происходит нормально. А тут у меня созрела, значит, большая яйцеклетка и разорвалась, вся эта кровь разорвалась и произошла не наружу вышла, а она внутри у меня образовалась. И поскольку образовалось всего 70 миллилитров, мне, слава богу, не понадобилась операция, потому что, если крови много, я не знаю, в каких количествах, видимо, врачи там решают уже, как что, если крови много, то нужна операция лапароскопии, это когда делают два прокола и удаляют вот эту излишнюю кровь, дабы не было какого-то загноения, гангрены и так далее и тому подобное, потому что это может привести в том числе к летальному исходу. Я молилась всем богам, чтобы у меня не понадобилась операция, потому что очень не хотелось под скальпель, и я понимаю, что если операция, то это там ни один, ни два дня, гораздо больше нужно было бы провести в больнице. Так вот, мне делали капельницу вечером в пятницу, плюс поставили укол антиспазм и укол обезболивающий. А я все себя еще нормально чувствую, я такая еще пошла, значит, в автомат на второй этаж, на лифте спустилась, меня отлавливает медсестра и говорит, а вы куда? И я говорю, ну вот, автомат, там, купите себе какую-то вкусняшку, съесть вечером. А мне говорят, вы вообще в себе? Говорит, у вас апоплексия, и у вас, если вы будете ходить, у вас, может быть, ну, в общем, больше крови может стать, вам вообще ходить нельзя. Я такая, зашибись. А я говорю, я не отстрелила сразу, что все так серьезно, у меня-то особо ничего не болит. Вот, и, короче, мне запретили ходить, и я такая перепугалась и начала ходить только там до туалета и до мишленовского нашего ресторана, ну, когда к палате подъезжает барышня и выдает еду. Вот, и, значит, в субботу я проснулась с утра, у нас там мерили температуру, значит, сразу утром мне тоже поставили капельницу, укольчик, и, значит, наш мишленовский ресторан, здесь где-то покажу видос, что мы там ели. Я была очень удивлена, потому что, ну, тоже очень много отзывов, очень много каких-то негатива в интернете по поводу того, что в больнице кормят чем-то ужасным. Хотя по факту ничего ужасного, нам дали йогурт, активию, нам дали хлебушек с маслом, и у нас была кашка рисовая на молоке. Я дома делаю кашу на воде, ну, в целях экономии калорий, а там была каша, ну, прекрасно, в общем, замечательно кормили. Вот, не страдали мы тем, что мы там оголодали, отощали, мне кажется, я вообще там поправилась, вон второй подбородок вываливается. Вот, и, значит, так и прошел мой день, и мне пришел, значит, врач дежурный спрашивает, ну, как вы себя чувствуете? Я говорю, слушайте, ну, у меня еще что-то кольнуло там в животе, но не сильно. Он такой, ну, раз еще кольнуло, значит, мы вас оставляем здесь, и надо еще вас понаблюдать, и выпишем вас, значит, только тогда, когда перестанет все колоть. На воскресенье, значит, все те же процедуры, с утра мне ставят капельницу, делает уколчик, и приходит, значит, дежурный врач спрашивает, ну, как вы? Я говорю, слушайте, ну, с вчерашнего дня, я говорю, у меня так, ну, чуть-чуть тянет, и надо сказать, что у меня воскресенье начались месячные. Я об этом говорю врачу, она говорит, это очень хороший показатель, значит, кровь, которая у вас была внутри, она закончилась там, и у вас, значит, это все выходит наружу. Это значит, что болезнь уже все сворачивается, и можете ждать выписку на понедельник. Я радуюсь, думаю, ура, на понедельник выписку. Я, конечно, не сутки провела в больнице, а там двое суток с лишним. Вот, ну, думаю, ну, ура, слава богу, в понедельник меня выпишут. И в понедельник, значит, приходит врач, а это был вообще прикол, у меня в палате девушка одна, у нее серьезная вообще операция была, у нее удалили матку, трубы, ну, вообще там много чего внутри удалили по женской части, и у нее поднялась температура, ей было плохо, и она постоянно в понедельник вызывала доктора, чтобы ей как-то помогли, сделали какой-то укол. Врачи постоянно приходили, и тут приходит, значит, опять барышня в форме, я думаю, ну, наверное, что-то с ней сейчас поговорят и сделают ей какое-то обезболивающее, ну, что-то будет происходить. А я болтаю по телефону в наушниках, и я такая уже, чтобы им не мешать, такая уже высунулась в окно, чтобы говорить, чтобы потише было. И тут я слышу, что меня окликают, я говорю, я перезвоню. И врач так строго мне говорит, а вы почему разговариваете? Я говорю, ну, мне позвонили, он говорит, вообще-то я ваш лечащий врач, а я не знала, я же не видела врача, который лечащий, потому что я видела только дежурных врачей. В общем, она меня отчитала, что я болтаю по телефону и все такое, я очень извинялась. Говорю, я не созла, честно. И, значит, она говорит, у вас так вообще как дела? Я говорю, слушайте, ну, у меня все нормально, мне уже там уколы не колят, я вот сама по себе тут болтаюсь. Она говорит, ну, хорошо, значит, через 10 минут на осмотр. И я прихожу на осмотр, она меня смотрит, посмотрела и говорит, ну, все, на выписку. Готовьтесь, идите, ждите в палате. Я прихожу в палату, и через какое-то время приходит заведующий кафедр, и он там вообще суперпрофессор, там великий ум, и говорит, нет, давайте-ка вы ко мне еще придете на осмотр, и я вас тоже посмотрю. Я говорю, ну, хорошо, я прихожу на осмотр, там полно девчонок, значит, ждут все, чтобы их посмотрел заведующий. И он меня приглашает. Это было, конечно, просто песня, потому что я захожу. Мало того, что врач-мужчина, у меня такого опыта еще не было, и он, значит, говорит, проходите, значит, вот в гинекологическое кресло, раздевайтесь, залезайте. Я говорю, хорошо. А там, помимо этого заведующего кафедры, был еще один доктор, который был дежурным врачом, когда меня только привезли в пятницу. Я думаю, ну, прекрасно, у меня еще месячный, я говорю, а куда девать, собственно, тампон? Он говорит, ну, туда выкидывайте и залезайте. И, значит, он с шутками-прибаутками начинает меня осматривать, а я себя чувствую, ну, вот, вообще, как бы, от слова не очень, совсем не очень. Потому что мало того, что смотрят мужчины, так еще их два. И я сижу на этом кресле, более конфузной ситуации у меня в жизни не было. Но, слава богу, доктор посмотрел, и даже несмотря на то, что я себя чувствовала просто звездой порнофильма какого-то жуткого, доктор меня посмотрел, говорит, ну, все нормально, говорит, вам теперь, значит, нужно воздержаться от высокоинтенсивного спорта, там, спорт с низким пульсом, там, на велосипеде ехать под горочкой, говорю, доктор, а в горочку-то как обратно возвращаться? Он говорит, ну, как-то надо возвращаться. Вот, в общем, сильных нагрузок выше 130, чтобы пульс давать себе нельзя. Так что в ближайшие две недели я без активного спорта. И еще он сказал, что и секса в две недели нельзя, потому что тоже, может быть, что-то произойдет опасное. И, значит, говорит, ну, все, готовьтесь на выписку. И потом я еще, пока смотрели остальных девочек, я уже быстренько собрала вещи. И, в общем, очень быстро меня отпустили, как только была готова выписка. Мне еще приносят выписку, говорят, ну, все, вы свободны. Я говорю, а что, мне нужно печать поставить или что-то? Он говорит, нет, ничего не нужно, поскольку вам не нужен больничный, можете идти. Я говорю, что, меня просто вот выпустят, что ли? Выходить же нельзя. Он говорит, да, покажете выписку, вас выпустят. И, в общем, я выхожу из поликлиники. Я была так рада подышать воздухом, потому что нас на ней выпускали из палаты. Мне ходить нельзя было. В общем, я была очень рада, когда я вышла на улицу, и там просто свежий московский воздух. Это было, конечно, супер. Так что, девчонки, если у вас там тянет не с живота и даже боли похожие на обычные менструальные или там овуляторные, лучше сходите к гинекологу, чтобы вас посмотрели. Потому что, мало ли что, я вот тоже нормально ходила, у меня немножко тянуло не с живота. Но вот такое бывает, и очень важно, что меня диагностировали вовремя. Потому что, если бы я дальше продолжала ходить и там не попала к врачам, то была бы, возможно, беда. А так, слава богу, я в порядке, очень быстро отстрелялась. Счастливая, довольная, приехала домой. И вот дальше продолжаю существовать. Так что, будьте бдительны, следите за своим здоровьем. С вами была Анна Кафырина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok